А это толпа людей. Это нас встречает Карлов мост. Вот это башня мостовая. И там дальше начинается сам Карлов мост. Всем известный император Карлов IV, который реформатор, который много что сделал для Чехии вообще. Долго правил, народ его любил. Он дождь накрапывает. Это удивительный мост, всем известный. Как правило, опять сувениры, люди. Под нами река. И начинается мост. Смотрите, удивительное зрелище. Собака. Да, кстати, очень много нищих. Не знаю, нищие, попрошайки, кто они. Молодые ребята. Не знаю, может быть, наркоманы. На коленях голова поникшая, шапка. Ну и так далее. Вот. Ну все, да, мы входим на Карлов мост. С его тридцатью монументами, не знаю, памятниками. Вот. Каждый символизирует святого. Это не просто так. Они, ну, здесь, видите, впереди можно заказать. Нарисую тебе художник в фото. Картину про тебя. По реке у нас плывут кораблики, теплоходики. Река Волтава. Вот камень зеленый волтовин, который я говорила наряду с гранатом, очень популярен и известен во всем мире. Чешский гранат очень мелкий. Я уже рассказывала о нем. Он 3,5 миллиметров, а все остальное будет являться подделкой или привозным гранатом. Вот. И еще камень зеленый волтовин, который называют они, как бы, упал метеорит. Ну, нельзя, когда он упал, ни на сколько осколков он рассыпался. Но идея такая, что именно вот это осколки этого огромного метеорита. Он дороже, чем гранат в цене. Вот эти всякие статуи, видите? Разные-разные. Небо темнеет, наверное, будет дождь. Вы слышите речь совершенно здесь. Кстати, русскую речь очень редко можно услышать, хотя во многих кафе прекрасно понимают, что ты хочешь, и ответят тебе по-русски. Так, вот там катаются на лодочках, если видно. Сейчас я наведу. Здесь довольно-таки это вот паромчик какой-то. Вон там на лодочках может покататься. Ну, как видите, внизу тоже кафе. Так, вот эти деревянные, это не просто так, можно было бетонные, современные поставить, но из истории это взято, и поэтому вот эта река промерзает, она не очень глубокая, поэтому вот как бы лёд колет вот это вот устройство такое. Вот, и поскольку она не глубокая, то делают небольшие плотины, чтобы могли вот такие судёнышки или кораблики, вот там, наверное, проход кораблей, может быть, чтобы прошли корабли. Ну, и такая... Мостов здесь очень много. Вот я не помню, сколько сказали, что это 30, что с чем-то мостов, не помню. Ну, вот. Зелёный очень город, надо отметить. И потом сам город находится, если представить, допустим, блюдце, то город находится в центре этого блюдца, а по краям вот лес возвышенности, потухшие вулканы, которые уже давным-давно не действуют, но они, как бы, такие холмы образуют. Когда едешь по территории Праги, ну, не по центру, а по окраинам, где стоят частные дома, ой, народу сколько много музык играет. Сейчас послушаем. Деванчик. А дедушка у меня есть, да? Потрясающе! Китайцы вообще удивительно, народ, без комплекса. Ходят, где не нужно. Так вот, продолжение, значит, когда едешь по окраинам, где частные дома, ну, люди живут обычные, стоят, очень много можно увидеть крестов. Прям вот буквально во дворе рядом с домом возлагаются цветы к этим крестам, то есть за ними. Ну, это как вот говорят они, очень верующий народ католики, говорят они о себе так, но как на самом деле не знают. Ну, это наша маленькая прогулка, мой взгляд, на Карлок мост, на мост из моста, на людей, которые здесь разные ходят. Представляете, люди со всего мира. Группы и без групп, разные люди. Следующий мост, там следующий мост. Их масса. А это художник берет краски. Девочкин портрет. Что-то она с щечками, с пухленькими у него получается. Так, а это лица известных людей. Узнаете. И шаржи. Это самая старая скульптура на этом мосту. Васлов четвертый. Видите, по звездочкам его можно определить. Все подходят к этому. Все подходят к этому, не знаю, обелиску. И труп. Тетку, как сказал, экскурсовод. И собака там еще есть. Сейчас подойдем поближе и посмотрим. Здесь столько людей. Говорят, мост закроется на 20 лет на реставрацию. То есть вот этот пролет. Опоры уже реставрировали, но не прекращалось движение по мосту. А сейчас получается, что пролет самого моста уже как бы устарел. Нужна реставрация, поэтому обещают закрыть его. Давайте еще раз насладимся прекрасным джазом. Это что-то необыкновенное. Это просто, ну, представляете. Показать невозможно. Ну и покидаем. Такое прекрасное настроение после этого джаз-банды.